Складная гитара, друзья! Мне кажется, рано или поздно эта идея приходит в голову каждому гитаристу, который не хочет расставаться со своим инструментом даже в отпуске или командировке. Ну, или хочет сократить багажное место при постоянных переездах и турах. И вот мастерская MAKIEV GITARS сделала такую гитару. Называется она EZ Fold. Вот она. И это не ноутбук, друзья. Здесь электрогитара весом около 2 килограмм. В сложенном состоянии эта гитара помещается практически в любой сумке, в любом рюкзаке и уж тем более в чемодане. Собственно, выглядит это дело вот таким образом. Это у нас такой большой вариант чехольчика утепленный. Тут можно еще и ремень, там провода положить. Здесь внутри во второе деление можно там процессор, примочки, блок питания положить. Это все понятно. Вот она, собственно, наша гитарочка. Ну, вот такая вот она, друзья. Вот такая малюсенькая, месипусенькая. Тряпочка здесь, чтобы струнки не дребезжали, чтобы ничего нигде не царапалось. Собственно, вот так вот выглядит электрогитара и столько места она занимает. Ну и приводится в рабочее состояние одним вот таким движением. Все, гитара готова, можно играть. Собственно, эта гитара решает все ваши вопросы с транспортировкой. Ее без проблем можно взять с собой в салон самолета. Никто даже пикнуть не посмеет. А вот с обычной электрогитарой, уж тем более там с бас-гитарой, такое не прокатят. Ваша мечта сбылась, друзья. Теперь вы можете брать с собой в отпуск гитару, чтобы не растерять за две недели свою форму. Ну, выучить, конечно же, новый соляк, поработать, наконец-то, над своим кривым даунстроком. Само собой, ничего этого вы делать не будете, друзья. На курорте Анапы будете валяться черепахой на пляже и кушать в баре свой all-inclusive с 10 утра до 11 вечера, пока бар не закроется. Но гитару с собой возьмете. Но вы же все-таки музыкант. Друзья, если вам нравятся мои ролики, то не стесняйтесь подписываться на канал. Я тут зашел в статистику на ютюбе и увидел, что без подписки меня смотрят 57% зрителей. Ну и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а если вы хотите меня поддержать еще больше, то можете стать моим бостером. Заранее благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok Основой гитары Easy Fold, скажем так, его сердцем является вот этот самый механизм складывания. Это запатентованная штука, сделана из дироалюминия, ну и выглядит на первый взгляд довольно надежной. Для еще большей надежности, чтобы гитара случайно во время игры не сложилась и не сделала вам апперкот в челюсть, тут предусмотрен вот такой вот болтик, который закручивается и все, и гитара самопроизвольно не складывается. Ну такое может произойти единственное, наверное, если гитара висит на ремне, то при каком-то стечении обстоятельств она сложится. Если вы играете сидя, то вообще пофигу. Здесь равномерное натяжение струн, то есть гриф удерживается струнами абсолютно равномерно и самопроизвольно она сложиться не может. Может возникнуть закономерный вопрос о надежности вот такого механизма складывания и раскладывания. Но производитель дает гарантию 2 года. Но вообще говорит, что при нормальном использовании гитары вот этот механизм прослужит лет 10 вообще без проблем. Ну а при необходимости его можно будет без проблем заменить. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Что тут по механике? Бридж стоит китайского производства и он довольно популярен. Я такой же видел на разных гитарах от компании Yard, из мастерской Inspektor. И на мой личный взгляд, друзья, это, наверное, самый оптимальный вариант по надежности, по удобству и по стоимости. Во-первых, он простой и очень легко настраивается. Во-вторых, на нем просто удобно играть. Здесь все грани закруглены и поэтому ребро ладони не испытывает какого-либо дискомфорта. Тут на каждой струне можно индивидуально настроить высоту струны, ее мензуру. Ну и, собственно, сама колковая, бриджи колковая механика сделана довольно легко и просто. То есть крутятся вот эти вот крутилочки, кулочки довольно легко. То есть я вот кручу без какого-либо сильного усилия. Но если силы в пальцах у вас нет, то есть вот на магнитике такой ключик. Мы его вытаскиваем, вставляем в нужный колок и крутим уже с еще меньшим усилием. Настраивается все довольно просто, легко и не возникает каких-либо проблем. Ну и повторюсь, друзья, я вот такой бридж видел, ну, наверное, на пяти или шести безголовых гитарах. И, по-моему, он самый оптимальный. Субтитры сделал DimaTorzok На голове грифа у нас такая вот прищепочка, ну, по сути, топ-лок. То есть вы просто вставляете сюда струну, зажимаете ключиком из комплекта и все. Вот эту вот волосню можно просто обрезать, не знаю, зачем ее оставили. Видимо, для красоты. Ну или, может, чтобы показать, что тут используются самые обычные струны. То есть не какие-то специальные, как, например, на моем Стрэндбергере Спирите. Если вы не купили отдельно специально адаптера за 40 долларов, то там нужно покупать специальные струны, выпускаемые для Стрэндбергер Спирит с двумя бабушками, сверху и снизу. Здесь обычные струны, вставляем отсюда, сюда в колок, по сути, бриджевый вставляем, накручиваем, все. Гитара легко, элементарно настраивается. Наверняка, друзья, у вас есть такой вопрос, который и был у меня до того, как я получил эту гитару. Насколько хорошо этот инструмент держит строй, когда вы ее настроили в собранном виде, потом вы ее разобрали, упаковали, сложили, сдали в багаж, либо взяли в салон самолета, приехали на место, все собрали. И вот насколько хорошо она в таком состоянии будет держать строй. Я вам отвечу, друзья. Она держит строй, но не идеально. То есть не получится так, что вы решили на концертах шоу такое устраивать, вы такой выходите со сломанной гитарой и такой хоба! Одним движением гитару починили и сразу начали на ней играть. Нет, друзья, такого не получится. То есть нужно минутку-другую потратить на то, чтобы чуть-чуть где-то подстроить. Видимо, гриф все-таки, ну, деревянный, корпус деревянный. Чуть-чуть это дело, наверное, гуляет, поэтому абсолютно идеально после складывания и раскладывания эта гитара не строит. Надо чуть-чуть, ну, повторюсь, минутку-две потратить на подстройку. Ну и конкретно про эту гитару. Почему именно про эту? Да потому что вот это все производство, это по сути кастом. При заказе гитары через сайт мастерской вы выбираете в калькуляторе необходимые для вас параметры. Конкретно тут корпус сделан из ольхи, гриф из клёна, накладка из запеченного ясеня. Первый раз такое вижу. Ну и офигенный, очень понтовый финиш корпуса. Не знаю, друзья, у меня какой-то есть фетиш на зеленые вот такие блестящие, я не знаю, металлик, это называется, корпуса. Вот что-то есть такое, знаете, теплое, ностальгическое, наверное, новогоднее. Да, наверное, с Новым годом у меня это покрытие ассоциируется, но выглядит гитара просто офигенно. Вот, вот не знаю, друзья, напишите в комментариях, один ли я такой сумасшедший, почему мне, блин, нравится зеленый металлик на гитарах. Музыка Ну и плюс на этом экземпляре лады стоят стальные и реализована отсечка на пуш-пуши, то есть хамбакер, нажали уже сингл, еще раз нажали на хамбакер. И на самом деле, друзья, вы можете выбрать любую конфигурацию в калькуляторе, вы просто забиваете нужные вам параметры. Хотите корпус не из олехия, из красного дерева или из ясеня? Пожалуйста. Хотите гриф из красного дерева? Да не проблем. Накладку хотите из палисандра или из клена или еще с какой-нибудь фигни? Все указываете, заказываете, все это можно сделать. Конфигурацию датчиков, хамбакер, сингл, P90, громкость одна, либо громкости тон, вот здесь у нас громкости тон, отсечка. Все это, друзья, указывается прямо там в калькуляторе на сайте. И просто собираете нужную вам конфигурацию. Более того, друзья, можно выбрать одну из двух форм, гитар, и даже мензуру инструмента. Здесь у нас 25,5 дюймов, то есть это обычная стратовская мензура, но вы можете заказать 24,75, и гитара будет еще чуть-чуть короче. То есть все, что хотите, пожалуйста, на ваш выбор. И покрытие корпуса тоже разное, от этого и стоимость зависит. Единственное, что остается одинаковым во всех инструментах Easy Fold, это вот этот механизм складывания. Он единый на всех инструментах. Какую бы гитару ни заказали, с какими спецификациями. Ну и вот по ценам, смотрите, самая такая простая гитара, которую я насчитал в калькуляторе, это ольховый корпус, кленовый гриф, кленовая, либо палисандровая накладка, один хамбакер, одна громкость, бридж такой же, лады не сталь, как здесь, а на изельберовые. Вот такая гитара стоит 50 тысяч рублей. В течение двух месяцев вам ее делают, либо она уже есть в наличии, заказываете, все. У вас есть вот такой вот тревел складной инструмент. Ну а если хотите вот какие-то такие понты, видео такой какой-то покраски хитрой, там стальных ладов, еще каких-то финтифлюшек, там отсечка пуш-пуш, тут да, это стоит чуть-чуть подороже, ну как чуть-чуть, вот эта конкретно гитара стоит, по-моему, 90 тысяч рублей. Поэтому смотрите сами, по вашим запросам вам сделают, в принципе, любой вариант. Кстати, басистов тоже не обидели, и вы можете заказать себе 4-х и даже 5-струнный складной бас с мензурой 29 дюймов. По удобству здесь, в принципе, все стандартно для безголовой тревел-гитары. Если вы никогда на таких не играли, то придется чуть-чуть привыкнуть. Не потому что форма какая-то не такая, или гриф... Нет, гриф здесь офигенный, шикарный, тонкий, современный. Мензура стандартная 25,5, и корпус удобный для обеих посадок. То есть и на правую ногу, и на левую. То есть здесь все предусмотрели, здесь все удобно и хорошо. Ну и с балансом у гитары как бы полный порядок. Просто эта гитара очень легкая. Она весит, по-моему, чуть меньше 2 килограмм. И поэтому, когда вы на ней играете, приходится левой рукой больше контролировать положение грифа. Ну потому что, чтобы вы не играли, у вас гриф будет постоянно телепаться. Когда корпус большой, на обычной 3-4 килограммовой гитаре такого не бывает. Ну это вопрос просто привычки. Надо чуть-чуть поиграть и понять, как левой рукой придерживать гриф, чтобы он так уж сильно у вас не гулял туда-сюда. Ну и, конечно же, доступ к верхним ладам. Казалось бы, ну это тревел, зачем это нужно? Но нет, друзья. Посмотрите, какой у нас здесь вырез. У нас корпус, по сути, начинается на 22-м ладу. Ну и пятка, вот эта дироалюминиевая пяточка, сглаженная и маленькая. Поэтому какие-то вертушки, поливчики, что угодно можно играть спокойно на там 19-м, 22-м ладу, да, что угодно. Вообще никакого дискомфорта. Рука везде достает. Ну и сверху, как вы видите, я полностью обхватываю гриф, потому что, ну опять же, здесь все такое тоненькое. Здесь у нас вот эта вот ложбинка под раскрытые, точнее сложенные грифы. И поэтому у нас для большого пальца здесь доступ как просто на каком-то грифе, который вообще не прицеплен, не прикручен никакому корпусу. Датчик на этой гитаре стоит алниковый, не сильно мощный, намотана, по-моему, 9 кОм, но, в принципе, для хайгейна вполне хватает. Да, без экстрима, но нормально. Я никакие примочки специально не использовал, чтобы показать, как эта гитара вообще звучит в чистом виде. И также тут есть отсечка на пуш-пуш, что весьма актуально в такой конфигурации, когда у нас только один звукосниматель, и для хоть какого-то разнообразия можно нажать на громкость и отсечь одну катушечку. Что касаемо звука, то это, в принципе, обычная электрогитара. Абсолютно ровные по частотке, без каких-либо перекосов, и звук будет зависеть от вашего аппарата. Ну и, как я уже сказал, для объективности я не использовал никакие примочки, только пару раз там дилей включал, а так, в целом, вы слышите ламповый звук моего стандартного аппарата. Это R&R VL Multi-Gain, то есть можете сравнить с другими моими гитарами. Слушайте, ну так-то клёвая гитарка. А если бы у меня не было моего спирита, то я бы, наверное, крепко задумался о таком варианте. Лёгкая, максимально компактная и при этом отлично звучит. Иришка, когда увидела эту гитару, сразу загорелась, обрадовалась, подумала, что это моя новая travel отпускная гитара. Да, потому что я её уже достал тем, что каждый раз в отпуск беру, блин, с собой пол студии, и это занимает там большой авиационный чемодан. Да, мой спирит, штейнбергер, штейнбергер помещается в чемодан, но занимает там много места, плюс он весит гораздо больше, чем эта гитара. Ну, раза в полтора, наверное, больше. Пришлось её расстроить. К сожалению, не моя эта гитара. И да, что касаемо габаритов в сложенном состоянии. По диагонали 490 мм, длина 450 мм, ширина 350 мм и в ширину, точнее, в толщину этой гитары, по-моему, 42 мм. Вот такая гитарка у нас сегодня была в гостях. Если вы любите путешествовать, либо много гастролируете, то это, по-моему, то, что надо. Тем более, насколько я понимаю, на данный момент это единственная складная электрогитара в России. То есть, это уникальное такое изобретение. Ну, недаром здесь патент прописан. Патент Made in Russia, My Kiev Guitars. Ну и номер патента можно пробить, проверить. Друзья, спасибо за просмотр этого видео и отдельная благодарность, как всегда, моим бустерам за поддержку. Ну, а с вами был Кирилл. Всем удачи, берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok